Гражданской войне лизардменов мы еще не успели уделить достаточно внимания, так как в прошлой серии одна раздутая жаба лопалась постоянно от смеха, насмехаясь над нами. Я вас приветствую, друзья, с вами Верус. Продолжаем играть за Накая. Здесь сейчас строим, восстанавливаем потери, идем, бьем дальше. Тем более, кстати, с Киги тут что-то как-то гарнизон большой, учитывая, что город-то маленький на самом деле, а гарнизон пишет, что достаточно существенный. Надо героя тогда перебросить и сейчас активизировать его деятельность. По-прежнему вот как бы не дадут нам еще одного нанять, все закончилось на этом пока что. Пока что больше нет. Шрам ветеран Завров. Работай. Надо было тебя, конечно, сразу как шпиона качать, я что-то думал под второй стэк, ночную ты будешь путешествовать, да, выполнять задания, а потом что-то как-то твои способности пригодились в другом деле. Может быть даже и начну тебя качать все-таки параллельно, пока сейчас получим эту возможность нанять новый, пройдет куча времени. А скролк, хомяк ты бешеный, плешивый и плесневелый, преследует нас, смотрите. Преследует легендарного лорда нового, которого мы присоединили к нам и который теперь тоже скитается. Который тоже путешествует, который тоже путешествует по люстрии и спасает ее. Только этот стэк, ну ладно, пусть хоть как-то что-то делает. Так, строительство завершено. Осталось совсем немного, и я получу этих гигантских Завров. В принципе, избытка хватает, осталось только денег награбить. И это, я думаю, тоже мы уже очень скоро сделаем. Так, только вот сюда чуть-чуть подойдем. Блин, а он... Подлюка тут с армией. А ну-ка, давай, нападение на гарнизон. Да, полная неудача. Я тоже согласен с этим ревом. Я тоже целиком и полностью думаю, что... Он оправданный. Так, ладно, раз такая пошла тема, можем прогуляться дальше. И разрушить тех, кто послабее. Тем более у тебя сидит стэк, там, да, город, гарнизон, в общем... Тема нездоровая. Ты здесь быстро тоже не спустишься на воду. Да и я не спущусь здесь быстро на воду. Печальная история. Одного легендарного лорда, который может уже скоро погибнуть. Давай, высаживайся. Сразу высаживайся. Куча эльфов. Куча людишек. И еще немножко и будет квест. Да, лорд Крок, я тебя жду. Я тебя очень жду. Как же ты нам нужен, чтобы ты прокачивался и вместе с Накаем потом доказывал все, что будет двигаться. Или даже не двигаться. Но мы все равно будем над этим измываться и издеваться. Если оно проявляет агрессию в нашу сторону. Яйца. Яйца, кстати, неплохо раскачивается. И вообще... Даже без нас справляется с остатками Вульхарта. Чувствую, его сейчас сольют. Потому что... Мы убили достаточно. Его героев. Пусть они возрождаются. Но сам факт. Убили. Отобрали территории. Уничтожили. Разорили. Унизили. И сейчас егермейстер канет небытие. По-любому. Засада. Дисциплина указанный отряд. Но смысла не вижу на самом деле здесь даже сражаться. Сразу авторасчет. Нажимаем. Техенхауин вон соточку набил. Ну, его уничтожили. Ну, раз ранен лорд, то ничего страшного. Тогда останется без тека, не убежит. Можно было и распустить его. Похищено врагами. Талисман, кстати, хороший похитили. Надо было отобрать. Мне почему-то казалось, что он сбежит. Что он все-таки неуловимый Джой. И у него получится избежать наказания. Давай, монолит. Пусть у них болит, а у нас не болит. Еще один щит увечья. Денег немного, к сожалению. Святой скиталец. Несокрушимость пока что рана. Веру качаем тебе. Денег на монстров еще не хватает. Но доход уже хотя бы тоже увеличился после поражения. Так что, ничего страшного. Умадан, Умадан. Что-то интересно, может, увидишь здесь. Тор Анлик, смотрите. Здесь вечная королева на северной границе. Нагорит, похоже, уже убивает. Опять гражданскую войну кровавая королева провоцирует. Так, задание мы выполнили. И теперь нам нужно только выиграть битву за лорда Кроука. Телепортацию используем тогда уже на следующий ход. Выиграем. Быстренько, оперативненько. Заберем деньги. И с лордом Кроуком уже будем наслаждаться жизнью. Куда его отправлять, этого героя, я даже не знаю. Нужен ли он вообще мне? По идее, заданий как таковых уже больше не будет. Ну, не будет, скорее всего. Заказное убийство, специализация. Давай я сечу найму. Вот кого-кого асцинков нанять не проблема. Твоя задача выполнена. Ты сыграл роль в этой войне свою. Так, пицца. Давай поговорим. Так, а, яйца же. Союз с тобой подписан. В принципе, больше ничего нам и не нужно. Хексуат Эльмирица не хочет. Они считают, что сильнее нас. Эльфы, эльфы, эльфы. Кланы. Где эльфы, кстати? Что-то я их пропустил. Вот, Тиранок. Она горит ни с кем и не воюет. Она горит. Она горит, она горит. Нет. Хотя нет, есть, есть гражданская война. Тиранок. Я что-то посмотрел. Тут пираты. Норска. Думаю, что вечная королева гражданскую войну не начала. Не, 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 начала. Начала. Миролюбивая, а? Какая она. Пыль в глаза бросает только. И все. Якобы. Мир, май, цветочки. Пыльца. А эта пыльца в глаза попадает, и ты не видишь ее руки в крови. Заключен военный союз уже. Тут юг укрепляется. В принципе, у них достаточно большая территория у скавинов. Ну, плюс пираты тут Итсу ослабляют. Ну, Вульфард падет. Дальше, я думаю, Итса займется как раз таки Харканом. И, скорее всего, его уничтожат. Хотя еще рано говорить, что Вульфард пал. У него есть пара армий, которые охраняют пару поселений. И он пытается драться до последнего. Драться изо всех сил. Драться, драться, драться. Так, ну, в принципе, дипломатия, ладно. Че туда смотреть? Че я там не видел? Правильно? Что мы там не видели? Нас ждет легендарнейший бой за Лорда Кроука. Лорд Кроук. Мое почтение. Это Лорд Кроук? Лорд... Не-не-не, я битву за Итсу выбрал. Я ж тоже думаю, че-то как-то не то. Потому что битву за Итсу, скорее всего, мы сейчас не выиграем. Битвы такие финальные, даже если судить по дополнению, к тому же с пиратами зомби, они достаточно проблематичные и серьезные. Надо прокачаться еще больше. Немногие союзники Люда Ящеров так же сильны, как достопочтенный Лорд Кроук, избавитель Итси. Говорят, что повелевать ветрами магии его научил древний по имени Тепок. Пробуждение всех реликвий Кроука значительно облегчит исполнение Великого Плана. Погнали. Лорд Кроак – бесценный союзник для тех, кто служит Великому Плану. Однако его мощам угрожает опасность. Скавина уже близко, Накай. Приготовьтесь. Силовое поле отчасти защищает Кроака, но во время пробуждения он уязвим. Вы должны защищать его, пока он не проснется окончательно. Будите Лорда поскорей. К нему гости прибыли. В принципе, можно было бы даже выдвигаться вперед, если бы нам позволили, и там уже как бы их встречать. Почему бы и нет, на самом деле. Так, разорвите. Стрелочечки, стрелочечки, стрелки. Аккуратно. Этих опрокинули. Готовим маневры. Ну и центр защищают герои. Монстр, там-то у него будут здоровички еще обязательно. У него будут и снайперы, так что призыв для них оставим. Призыв я поберегу пока что для снайперов. Пусть они устают, бегут. Время играет на нас. Лорд Кроук пробуждается. И его мощь будет раскидывать всех этих скайнов. Тут буквально эта комета, обалденно, да, заходила в толпу уже. А то, что есть у способностей Лорда Кроука. Это уже за грани возможности. Фа-фа-фа-фа-фа-файп бегом. Что, еще кого-то вызвал, что ли? Или вы не добили этих? Выходим. Так, в принципе, тогда всех. Тогда всех сюда сейчас. Бегом-бегом-бегом. Вон и снайперы подходят с артой. Давай ветерочек. Они тут, в принципе, сбились. Отлично. И можно пехоту бросать в бой. Парочка суда. Вы отступите немножко. Сейчас оббегать будете. Если что. Если что, вдруг вы будете оббегать. Не стреляйте. Кстати говоря, обязательно не стреляйте. Ни в коем случае. Крыст. Ну и герой. Давай. Нужно уже вас всех сюда задействовать. Ждем-ждем-ждем-ждем. Вон они. Хотя, еще снайперов нет. Еще нет. Но уже гиганты пошли. Крыса, огры и прочее. Мелочь. Мелочевка. Так. Чисто попугать, да? Зажимаем, убиваем. Не преследуем. Этих, в принципе, уже преследовать смысла нет. Вернуться, вернуться. Ничего страшного. Вернуться так же отхватят, как и в первый раз. С фульфортом куда больше тактики нужно, на самом деле. Чем с лизардом сейчас. Все, возвращайтесь. Молодцы. Молодцы. Вы, я верю в вас, вы храбрые бойцы. Так, а ну-ка, отставить. Сильно не вытягивайтесь туда. Сбегайте, отдохните. Посмотрите киношку какую-нибудь пока. Отходим. Это здесь молния шалит. Или мне показалось? Не, ну шалила где-то молния. Ладно, все. Возвращаемся. Возвращаемся. Пока штурмокрысы с алебардами здесь нас обходят, мы нападем по эту сторону бассейна. Сбегайте. 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 А вот и копейщички пригодились. Вперед. А, алебарды начали обходить, смотрите. Колдун Скавидов завел подкрепление. Тогда мы тоже обходим. Зови, зови, зови. Сразу всех зови. Зови сразу всех. Че мы по одному вас убиваем, а? Ну как-то, ну, просто долго получается. Так бы уже всех бы убили, и все. И свободны. И вам хорошо, и нам приятно. И вы свободны. И у нас лорд крок. Давай сюда. На кайф. Давай сюда. Сейчас будем расстрелить. А где эта здоровая тварь? Которая... А-а-а-а. Диана, я что-то ее не вижу. Ползла сюда, нет? Нет? Ну и ладно. Идем в бой. А, вот она она. Елки-палки, что-то. Я тебя ищу в другом месте. Расстрелять. Орту сразу же контрим. Раз. Призы. Комета. Вот даже сейчас. Сколько у тебя? 157 убийств. Сейчас проверим, сколько будет после. Серьезно, 157 по-прежнему? Учитывая, что тут столько народу не встало. Ну, странная какая-то петрушка. Все, отставить. Иди телегу, бомби. Иди, бомби телегу. Все, арта побежала. Пулеметчики. Сейчас мы их с фланга расстреляем. Пехота только разбегается. Поэтому лучше, конечно, их лишний раз не отправлять в бой. Ну что, небольшая дуэль. Понимаю, что сейчас пулеметчики их разметелят. Как же давно этого не видела, а? Казалось, недавно только проходили, да? И урон, конечно, небольшой. Пулеметчики в этом плане к ним с лица не подходи. Без лица останешься. Съедят. Да, гиганта, 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 гиганта. Пехота, перестраиваемся. Вас тоже можно просто взять сейчас и увезти вот сюда. Ну, кроме вас, наверное. Да-да-да-да-да-да-да. Давно это надо было сделать. Не уследил за одним отрядом маленьким. Малыш! Держись. С другой стороны, ничего страшного, если убьют обычный Турцигору. Они-то умрут быстро. И восстановятся. Можно сказать, переродятся в благословенную. Сюда. Ну что, готовы пулеметчики. Теперь я вас жалеть не буду. Ни снайперов, ни пулеметчиков, никого. Застрелы. Застрелы. Вот сюда. Коцаем, 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 коцаем. Идем в бой. Пора собрать тут толпу. Прям всю вечеринку. Прям всей веселой толпой. Нет, только... Пулеметов, в принципе, я думаю, мы не заметим. Уже в ближайшее время. А, вот и лорд Кроу, кстати, пришел уже лично. Он уже здесь. Так, а ты здесь, займись, это отлично. Ти-ти-ти-ти. Ко мне тут заходи. А ну, сбегай, пулеметчиков за контри. Ой, лорд Кроу как раз способность свою использовал. Сюда же мысли у нас схожи. Но он, в отличие от меня, конечно, урон своим не наносит. Это есть такое дело. И обалденные пулеметчики тоже уже сваливают. Сваливают потихонечку. Ну, вас нафиг, говорят. Все. Ну, кто еще остался? Нас вообще должны победителями объявлять, как только мы появились на поле боя. Если никакие жабы не будут умирать, и наша победа от них не будет зависеть. Вот и победа. Над лордом Кроуком появился у нас контроль. Ну, Накай действительно, со своей механикой и со всеми бафами, это я еще его на самом деле не качал, как стратега. То есть, в принципе, намного мощнее он будет, если качать его стратегическую ветку. Если улучшать еще сильнее его Крокси Горов, либо, ну, Завров, если кто-то захочет играть через Завров. А сейчас я, конечно же, качаю только его личную ветку. Потому что, ну, хочу, как и просили, отчасти даже сделать из него терминатора, да. И пусть он лично всех разносит. Соответственно, если так играть, вот прям грамотно, вот знаете, вот, как любят говорить правильно. Хотя, я не люблю это слово в плане Total War. Правильного здесь нет. Здесь есть, ну, подход разный. То есть, если качать вот эту ветку, тактическую, как тактика его, то будет вообще армия никого не замечать и даже потеря. Не толком не нести Крокси Горчиков. Ну что, цепь молний, либо нет. Нет, еще цепь молний не буду качать. Здесь тебе сейчас сопротивление выстрелов пригодится. Ты летаешь, тебя частенько обстреливают. Я вон игнорю это на самом деле. И вот он расстреливали. Я, ну, видел, что расстреливают. Ну, мелочь, скавины, фигня. Чё они сделают? Чё они могут сделать? Распускаем. Распускаем, я предлагаю Завров. Они у меня под все раздачи попадают. И нанимаем героя. Точнее, не нанимаем, а присоединяем к кому-то здесь уже. Просто он на своем троне там сидит. Тренировки. Некоторые просили тренировки, да, им качать. Ну, опыта. На самом деле, я считаю, вот, чаще всего хватает. Это в Риме во втором я присоединял воителя, но он кроме как обучения ничего не умеет делать. И там он слот не занимает в армии. Поэтому я присоединял воителя очень часто. Он у меня качал армии. Здесь же он должен сражаться. И качать на опыт, который мы и так вскоре получим, учитывая большое количество сражений. Учитывая, что у нас многие и так с золотыми лычками. Нерациональное использование. Но это мой подход. Опять же. Кто-то играет по-другому. И тоже вариант. Это тоже можно делать. Тоже можно играть через опыт. Тоже давать как можно скорее золотые лычки. И это все будет иметь свои какие-то эффекты. Это принесет свои плоды. И это будет, главное, доставлять удовольствие тому, кто играет. Ну что, Итса, мсти давай. Идет, кстати, и один, так и второй на город, где больше всего у него бойцов было. Там же второй город уязвимый. И надо, наверное, сейчас потери заставить нести. На территориях союзников. Пусть эти скавины нифига не возьмут. Они-то сразу не штурмуют, они боятся. Естественно, у наших вассалов здесь такие гарнизоны, что... Вручную проиграть вообще сомнительно, что можно. Если вышки будут полноценные. Если вышки будут полноценные, то там вряд ли кто-то проиграет. И мы уже практически добрались до Альбиона. Не так уж долго это все-таки было по времени в плане серии и в плане реального времени. Неигрового. То есть ни ходов. Так-то ходов уже 58 прошло. Это уже достаточно такой средний этап игры, если не за кочевников играть. А что я хотел сейчас сделать? Я хотел издать указ, чтобы они несли потери. Все. Я хочу, чтобы скавины несли потери. Ну и все остальные тоже. И мне хватает денег. Какая прелесть, а. Тук-тук, мой друг. Давай вот сюда подходи. Если что, мы дотянемся и до тракта. И к столице подойдем. Это сейчас, если он что-то захочет перекрыть. И на следующий ход уже наймем монстров. Возьмем их в свои ряды. Будут они разносить. Нет, он тракт решил защитить. Типа он самый уязвимый город. Согласен. Я бы тоже так поступил. В столице надеялся бы на гарнизон, который там надо отдать должное. Хороший. Разбили. Стэк. Но осаду, похоже, с города сняли. То есть призванный мною стэк они разбили, но осаду сняли. Ну потихоньку, в принципе, благословений у меня хватает. Я буду тратить его, создавать стэки для вассалов. Ну пусть путешествует хоть как-то. Взаимодействует. Да, не восстанавливают потери. Да, это, в принципе, ненадолго. Ну почему бы нет. Так, так, так. А я дотягиваюсь еще и до зеркального пуда сейчас. О, красотища. Красотища, красота. Размер, отношение, ранг, небоевые потери во всех случаях. Отношение, защита от небоевых потерь. Там, где другой герой был убит, ваши будут только ранены. То есть, ну, дальше, на самом деле, вот такого сверхъестественного я ничего не вижу по прокачке. Больше всего мне нравится вот эта ветка. То есть изучаю ее до последнего и все. Сейчас. Зеркальный пруд хороший, гарнизон? Не, зеркальный пруд можно как раз-таки брать и нагибать. Идем сюда. Лорд Моздамунди лично сидит. Блин, мне очков не хватает. Но он может двумя стэками сейчас на меня напасть. Что тоже хорошо. Ну и пусть. Давай, давай, давай. Давай, нападай. Правда, монстров нанимать я не успею. Потому что здесь их нанимать нужно, соответственно, 4 хода ждать и 3. Если бы зеркальный пруд захватил бы, сейчас бы сел бы и просто ждал бы. Ну ничего, жуткий завар. 345 содержание. Здесь 480. Стоит. Ну ничего, ничего, ничего. Эти монстры будут достойно сражаться. Оп. Альбион. Новая фракция. Здесь это по-прежнему просто один городочек. Маленький такой. Ну что, нападаешь? Двумя стэками. Да, 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 да. Моздамунди, естественно, нападают. То есть мы вытащили их в поле. Это хорошо. Это даже замечательно. Учитывая, что у него цинков много, пусть и прокаченных, проблем, я думаю, не будет. Ну только со стрелками, если. Охотничьи саламандры против монстров наших могут зайти. Но у нас есть призывные монстры. У нас тоже все имеется. И сейчас бы здоровяки прям вот чувствовалось бы, как они шли бы. Топтали бы своих сородичей. Но скоро это будет. Я захвачу самый слабый город после этой битвы. И просто сяду рядышком, буду на него. Несколько ходов придется скипать, как говорится. Погнали. Пехота. Вы, как всегда, в центре. Вы, как всегда, под самой максимальной раздачей. А ну-ка, давайте героев Изавра. Они будут действовать в основном у меня вместе. Объединим. Лорда Кроукона. На тройку, на тройку, чтобы их не искать. Чтобы не искать. Останавливает густого у него так же. Сейчас вспомним. Здесь сопротивление урона. Он щит дает. Ну и все. Погнали. То, что подкрепление справа, вообще меня не интересует сейчас. Точнее, это просто мало волнует. Небольшая система ПВО, наверное, даже будет направлена в первую очередь не против монстров, а против летунов. Хотя это летуны ближнего боя. Смысл их сбивать. Мы их в любом случае уничтожим. Уходим, уходим. По тебе сейчас будут стрелять. Саламандры, своего большого друга. Уничтожайте. Большого сородича, большого собрата. Сейчас мы отдадим и будем смотреть мясо. Ну или там лордом Кроуком будем рулить только. В принципе, он даже на первом уровне способен легко выигрывать бои. Самые разнообразные. Хотя давай вывод сюда. Все, погнали. Сынки убегут от нас. Их преследовать долго это так себе идея. Поэтому используем призыв. Летун. Летун, летун, летун. Блин. Подтянись. Хотя подожди. Нет. Вот сюда. Здесь время. Я забыл. Сколько требуется. Достаточно много-то. Блин. И толком-то магия не зашла. Забыл про эту фигню. Обидно. По КД уже. Уже, уже не помню. Ловим их. Ловим, 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 ловим. Телепортация. Они сами бегут к нам в лапу. Так, тут нас тоже расстреливают. ПВО. Работаем. Сколько я их не подставлял, они до сих пор живы еще. Может, в этот раз, наконец-таки, они познают смерть, как мстители. Так, отступите, отступите. Блин. Достали эти. Сейчас я не могу тебя принудительно спустить на землю. Есть в этом плане свои недостатки. Когда у меня летающий отряд. И все. И в остальном случае у меня сплошной голяр. Расчищаем. Помогаем. Лорд Крок. У меня часть армии, конечно, стоит сейчас. Их расстреливают. Их расстреливают. Я даже не буду тратить магию на какие-то дополнительные кружки. Там пулемет как бы, да? Тачаночка. Так, ты в ярости. Ладно. Простим тебе этот нюанс. Призываем еще сюда. Разворачиваем. Ну и один преследуй. В принципе, больше не требуется. Лорд Кроук. Сейчас сюда еще заклинания кинет. Больше убегающие некоторые отряды будут доставать. Хотя они бегут. Бегут. Даже не охотился на Маздамунди. Там на вождей. Просто иду и всех сминаю. Опять же. И не прокачивая его тактические навыки. Мне этого вполне хватает. При этом успеваю даже наблюдать и не сильно переживать. Думаю, никто не слился опять. Ну, первая победа это фигня опять же из того, что численность зависит от нескольких всего лишь отрядов, которые я подставляю под вечную раздачу. Вот эти у меня под вечной раздачей. И вот эти. Никак не умрут. Ну, хотя, да, уже обновились. И те, кого я изначально тут подставлял, они уже умерли. Ну, а вот эти никак не хотят. Распускать. Рука не поднимается. И нанимать благословленных. Хотя, может быть, как раз таки и возьму вместо них монстров. А умирать они сами не хотят. В город. Ну, пруд сейчас, значит, заберу. Тот город остался с большей армией. Я же ее добивать совсем не стал. Догонять никого не захотел. Доступен новый отряд, еще знаменитый. Повышение ранга. Клан Скраер. Орки взяли. Насаду. Да, город. Типа, какая разница, все равно стоять лагерем, грабить или осаждать потери все равно не несешь, да? Решили поэтому так сделать. Договор о ненападении. То есть, с этими Норска мы можем даже договориться сейчас. Это выглядит забавно даже отчасти. Нет, откажем. Негоже в люстре вам быть. Если бы уплыли сейчас куда-нибудь даже за Целостру, то еще ладно. Задание выполнено. На Альбион прибыть. Следующее задание. Уже нужно выиграть битву против хауситов. Рабы хаоса. Предварительное расследование, проведенное сланами, принесло свои плоды. Оказалось, что силы хаоса действительно пытаются прорваться вглубь острова. На это им, конечно, понадобится время, поскольку им придется тщательно искать и ликвидировать мощные защитные чары, наложенные на остров. Но, тем не менее, мы должны поспешить. Сцинки-разведчики сообщают, что в армии хаоса находятся и их марионетки из Норски. Нанесите им внезапный и стремительный удар, дабы сокрушить их боевой дух. Ну и осколок я получу. Хотя тут уже преимущество от этого осколка не такое существенное. Для меня торопиться особо сейчас не будем, но обязательно сыграем. То есть, в первую очередь, найму монстров. То есть, мы в ближайшее время сыграем. Несомненно. Че ты жабий, выродок? Ну и пруд мы разносим. Даешь. Даешь наказание Маздамунде. Он, кстати, и здесь пошел дальше. Он как раз-таки целостру гасил. А я думал, темный. Ну и ничего. Эти территории скоро к нам тоже перейдут. Бегать тебе быстрее не будем качать. Сейчас вновь урон добьем. Защита древних. Тебе здоровье. Есть медное оружие. И все больше никаких элементов не имеем. Ну и лорд Крок. Для щита. Хотя давай первый уровень прокачаю. Избавление Иц. Быстрее, мощнее, сильнее. Стой рядом с городом. Сейчас будешь нанимать. Сейчас будешь нанимать. Распущу, наверное, копейщиков. Даже один отряд. И уже один отряд. Крокси горчиков. И ставим в очередь этих жутких завров. Больше я их нанять не могу. То есть у меня ограничения. Одна постройка дает возможность нанять только одного этого завра. И одного такого завра. Можно еще древнюю саламандру взять. У них нет такого преимущества против больших и сильных. Но все равно, в принципе, может и пригодится. Мне все-таки маленькие отряды нравятся в этом плане лучше. Они стабильнее наносят урон. Здесь один промах и... И хана, считай. Или давай, давай, ладно. Крокси горчики. Прощайте. Простите. Наша встреча не была ошибкой. Но так сложились. В принципе, наши отношения с вами, что пришлось вас распустить. Кто у меня еще прокачался? Вождь сцинков. А, который на Альбион прибыл. В принципе, вождь сцинков. Опять же. Его можно отправить... Ну, куда его можно отправить? Ултуан посмотреть? Ну, а что здесь на Ултуане? Мы, интересно, хотим увидеть. Ну, ладно. Все равно иди путешествуй. Ты у нас будешь путешественник. Кургосветку сделаешь. Небольшую. В рамках этой карты хотя бы. О, кстати. Вылечился. Небольшая карта. Небольшая карта. Молодец. И здесь у нас все хорошо. И давайте по Завру. Сейчас я его еще возьму. Шрам-ветеран. Иди. Должно увеличиться, да? Ну-ну-ну-ну. Давай. Призывать героя. Шрам-ветеран. Нет. Также два. Два штук. Два штук. Блин. Если так, дружище, то прости. Твоя прокачка была ошибкой. Твоя прокачка была ошибкой. Шанс на успех доступ к ядовитым. Знание тактики. Ну, в целом, ничего тут полезного нам нет. Хотя бы шанс успеха засаду. Нет-нет, передвигаться мы будем. Здесь нападение на гарнизон. Даже больше качаем. Нападение на войска тоже берем. Ну и специализация, как остальные. Полезные навыки для нас пока что закрыты. Больше тебе ничего не даем. Тебе ничего и не нужно. Сдаем ход, ждем. Сейчас надо сдать несколько ходов. Правда, в битве мы уже, наверное, участвовать не будем. Мирный договор Маздамунди сразу захотел. Я тебе прописываю вот такое условие. Просто сразу в лоб бью. И по лбу. У тебя есть четыре хода. Чтобы собраться с духом. У тебя есть четыре хода, чтобы что-то изобразить. Как ты это будешь делать? Что ты будешь придумывать? Не знаю. Давай. Мы сейчас будем с древними заврами ходить. С ужасными древними заврами. Еще и скиги помирились с этими. Я вас же тогда втопчу сейчас, Норска, тоже. Вы же у меня доиграетесь. Вы же у меня получите сейчас. По шее. А, хотя вот численность завров можно увеличить так. Плюс один. Обряд не суммируется, к сожалению. Плюс один и все. Ну, тогда с запасного. То есть я построю, увеличим количество возможных этих завров. Вдруг этого ранят. А он нам все-таки упрощает и ускоряет прохождение. Мне прям интересно. В такой манере, насколько серий все это растянется. Насколько серий все это пройдет. Для Накая, кстати, нет неприемливого климата. Я не открывал, наверное, да, эту вкладку. Не помню. Время прохождения показывал. Нет. У него весь климат приятен. То есть все поселения, которые будут принадлежать для наших вассалов, будем отдавать их. Все будут себя хорошо чувствовать. Ну, то есть потери будем восполнять исправно там, стабильно и хорошо. Нет. С вами точно мириться не будем. С Маздамунди я уже разговаривал, я ему условия свои выдвинул. У него другого варианта нет. Если он хочет остаться в этом мире, он должен подчиниться. Либо он подчинится, либо умрет. Пираты Сартозы. Сейчас этих прокачаем. Обязательно. Цепь. Цепочечку. Хотел сказать, мне казалось, я ее качала. Я же тогда отменил цепочку. Охрана порядка. Наш терминатор. Еще осталось пару ходов. И в наших рядах прибавятся. Нет, все-таки Сельдотор сейчас заберет, наверное, певичка. Певичка, певичка заберет. Вот, я хотел открыть, да? Подходящий климат. Абсолютно весь. Любой. Какой ни возьми, весь нам подходит. Весь климат нам подходит. Все в наших руках. Мечка и надремлет. Что ты предлагаешь? Требуешь дары? В принципе, мы тебе можем помочь. Ну, как-то что-то после Аттилы и... С модом Русь, да? Я могу даже вам сейчас подарить денежки. Настроение хорошее. Там подобная ситуация, когда мы всех просто нагибаем, невозможно. Там стейки идут и идут. Друзей сложно найти. Легко потерять, да? И невозможно забыть. Так что здесь это вообще никак не повлияет, эта тысяча. У нас в любом случае отношения хорошо растут. Ну, как-то уже психологически такой барьер сломан. Я не отвергаю сразу наши отношения экономические в плане дарственных. Ну, и еще есть возможность построить. Хотя я сейчас потеряю часть дохода-то еще. Хотя нет, не потеряю. Я буду в плюсе. В любом случае, я буду в плюсе. Здесь два отряда уже готовы. И я могу строить и развиваться без проблем. Тыкс. А в ряды мы только слона можем. Это ерунда. Он мне сейчас не нужен. Тебя так быстрее двигаешься ты. Чем когда я сдаю ход, на самом деле. Поэтому если... Я отдаю наперед, если вдруг забуду и нажму конец хода, да. Но если я не забыл, лучше переместить камеру к нему лично и походить, чтобы это было куда быстрее. Потому что ускорение не работает. Когда ходит наш. Если врагов еще можно так ускорить, то наших уже сложнее. Где это-то максимальная скорость какая. Только может быть. Война объявлена. Война объявлена. Хатеб где-то рядышком. Хатеб где-то рядышком и жуткий завар нанят. Жуткий завар с нами. Ну что, друзья. Давайте тогда жуткого завара оставим на следующую серию. Еще парочку уроков хорошего поведения. И хороших манер Маздамунде преподадим. Хотя у нас еще есть квест. Давайте сыграем квест. Наверное, сразу в следующую серию начнем именно с квеста. С новыми монстрами. И точно их посмотрим. Потому что с Маздамунде мы уже будем там отчасти автобой. Вряд ли он что-то серьезное противопоставит. Спасибо за внимание, друзья мои. Всем спасибо. Всем добра. Пока-пока.